И меня зовут Артур Соколов. Сегодня третий день серии вебинаров, посвященных теме чиф-офисер подготовка к должности. И сегодня наш вебинар о АСМ, АСПС и МЛС. Согласитесь, это то, в чем старший помощник должен однозначно разбираться. АСМ – это все наши бумажки на пароходе. Думаю, вы со мной согласитесь, что на старшем помощнике лежит самый большой объем бумаг на судне, поэтому разбираться в АСМ просто must have. АСПС – чиф-офисер, как правило, является ship security officer, поэтому, извините, в АСПС мы должны разбираться. И МЛС, поскольку кто занимается часами работы и отдыха – старший помощник. И кто является первым звеном в complaint procedure, то есть кому член палубной команды может подойти и на что-то пожаловаться в плане МЛС, конечно, это старший помощник. Поэтому нужно сразу разделять, что такое complaint, а что такое wish. То есть что человеку положено, а что нет. И нужно уметь объяснить, почему нет, а не просто сказать нет и все. Итак, main points for today. О чем же мы будем говорить? Мы поговорим о АСМ, АСПС, МЛС. Затем я вам расскажу о курсе chief officer подготовка к должности. Это большой курс, это мощный интенсив на один месяц, правильной подготовки к должности и, конечно же, к интервью на должность старшего помощника. Но цель – это не только пройти интервью, цель – это еще нормально работать в должности, потому что интервью – это только первый степ. Нет. Обязательно оставайтесь до конца вебинара, потому что только те, кто останутся до конца вебинара, только эти люди смогут получить самые выгодные условия участия в данном курсе и дополнительные бонусы. То есть три дня мы вместе, онлайн, лето, а мы все равно занимаемся самообразованием. Поэтому, естественно, от проекта Education Marine для таких людей, которые занимаются саморазвитием, будут самые выгодные условия и самые классные бонусы. Это, я считаю, вполне логично. Кто со мной согласен, ставьте плюсики в комментариях. И затем у нас будет questions and answers session. Я постараюсь сегодня ответить на все вопросы. Если на какой-то вопрос я не смогу дать ответ по причине, допустим, времени, то тогда вы их сможете еще дополнительно задать в наших телеграм-каналах, и я на них в перспективе отвечу. Что мы сегодня рассмотрим? Мы рассмотрим пять вопросов. Пять реально интересных вопросов, с которыми старший помощник связан постоянно в своей работе. Это раз. А во-вторых, эти пять вопросов задают на интервью, на должность старшего помощника. Вот, собственно, поэтому мы их и выбрали. Risk assessment – что это такое, когда и как правильно выполнять. Risk assessment – это то, вокруг чего крутится сегодня наша жизнь на судне. Поэтому, извините, старший помощник в этом должен разбираться. Что такое нервис? Это, наверное, вопрос, который задают на интервью на должность старшего помощника в 95% случаев. И не просто, что такое нервис, а приводят какой-то пример или просят вас привести какой-то пример нервиса и говорят вам, расскажите вообще процедуру. Вот вы увидели какой-то нервис, вы как старший помощник, ваши действия, что вы будете делать? И следят за тем, чтобы вы не пропустили ни одну деталь. Поговорим о SPS, что такое declaration of security и в каких случаях следует требовать заполнения. То есть не во всех случаях, не в каждом порту и так далее следует требовать заполнения. Есть определенный перечень случаев, когда вы должны потребовать заполнения declaration of security. Требования к часам работы и отдыха согласно МЛС. Если вы думаете, что мы поговорим здесь просто о том, что все знают, что это, скажем, не менее 10 часов в сутки, один из интервалов не менее 6 часов, но это знают даже повар, это знают все. Я вам обещаю, что мы сегодня затронем такое исключение к этим правилам, о которых, ну скажем, не все слышали. Поэтому обязательно оставайтесь до конца вебинара, вот это будет интересно. Лично я это не знал. То есть вот когда я уже начал углубленно изучать МЛС, вот только тогда я узнал об этом экземпшене. И под конец мы поговорим о МЛС, что нам должны, а что нет, и как это узнать. Это важно понимать старшему помощнику. Как ответить члену экипажа на его комплейнт, что вот нет, тебе это не положено. Но не просто стукнуть кулаком по столу и сказать нет, а человеку объяснить, почему нет, чтобы ваш отказ не отразился на его working capability, то есть чтобы он не обиделся на весь мир и не стал хуже работать, то есть чтобы он понял, ну да, это справедливо, что мне это не положено. Еще раз, почему мы выбрали ASM, ASPS, МЛС. Мы знаем, что на судне очень много всяких непонятных папок, как в этом всем разобраться. Я вам скажу, что если вы раз поняли, как работает система, то вы согласитесь со мной, что в принципе при смене компании, при смене SMS, ну системы практически все одинаковые. То есть главное понять, как работает одна. И все остальные будут подобными. И если вы приедете на новое судно, в новую компанию, где другой safety management system, вам не составит никакого труда быстро вникнуть в работу, влиться в эти бумаги и начать нормально работать без каких-либо заминок. Если вы хорошо разбираетесь в ASM, ASPS и МЛС, это вам поможет предотвратить замечания от аудитора или регистра. Ну и как вы знаете, некоторые компании нереально помешаны на ASM, то есть считают, что чем больше бумаг, тем безопаснее. Ну если немножко глубже копнуть, то на самом деле, чем больше бумаг, тем, скажем, больше evidence может быть, и тем больше доказательств того, что в случае какого-то происшествия вы сможете доказать, что ну вот мы предусмотрели все. И тогда ваш лосс, ваша потеря, потеря, может быть, скажем, там, ущерб какой-то судну и так далее, для страховой компании она будет выглядеть как непредвиденное. То есть вот вы сделали все, что могли, а как вы докажете, что вы сделали все, что могли? А вот смотрите, сколько у нас чек-листов. Ну да, тогда вы сделали все, что могли, мы выплатим страховку. То есть как бы, когда мы говорим, что компании помешаны на ASM, потому что они считают, что чем больше бумаг, тем безопаснее, это половина правды. ISPS – это тема, в которой, как показывает практика, мало кто разбирается. Но старший помощник, как правило, является и SHIP Security Officer, или же Alternative SHIP Security Officer. Старший помощник точно должен знать MLC, что нам должны, что нет, и хорошо понимать правила по часам работы и отдыха. Итак, давайте начнем с первого вопроса. Risk Assessment – что это такое, когда и как правильно выполнять. Откуда вообще на торговый флот пришел Risk Assessment? Ведь раньше этого не было, это, можно сказать, достаточно новая тема. То есть как-то жили раньше и без Risk Assessment, а сегодня на каждую операцию, которая связана с каким-то небольшим риском, необходимо выполнять Risk Assessment. Как все самое лучшее, к нам это приходит с офшора. 6 июля 1988 года случился, скажем, случился эксидент на Piper Alpha, и в процессе разбирательства, а почему это случилось, пришли к выводу, что случилось это потому, что были неправильно приняты решения. А неправильно были приняты решения какие-то, потому что не выполнили оценку рисков. То есть перед тем, как принять какое-то решение, вы всегда выполняете оценку рисков. Всегда. Это связано не только в работе в море, а вообще это связано и, допустим, в жизни на суше. И тогда решили разработать какой-то инструмент, который будет помогать в принятии решения. Придумали Formal Risk Assessment. Formal Risk Assessment – это Decision Making Tool. То есть вас на интервью спрашивают, а что такое Risk Assessment? Ну, вы там начнете, допустим, рассказывать, что вот Risk Assessment – это когда мы идентифицируем опасности, оцениваем frequency, severity of consequence и так далее, затем придумаем какие-то меры, чтобы это предотвратить. То есть вот вы начнете такой вот монолог. Но в первую очередь скажите, что я думаю, что Risk Assessment – это Decision Making Tool. То есть это тот инструмент, с помощью которого я могу принять решение. Не следовать с чем-то или не следовать, просить or not to proceed, с чем угодно. Вот, допустим, почему мы выполняем Risk Assessment перед тем, как зайти в балластный танк? Все очень просто. Для того, чтобы определить, безопасно ли следовать с этой работой. То есть риски acceptable, чтобы идти в балластный танк или нет. Или, к примеру, у нас на судне что-то сломалось. Вот давайте представим, что у нас на судне сломался oil or water separator. То есть вот перед тем, как судно выйдет в море со сломанным oil or water separator, вы должны выполнить Risk Assessment, оценить риски, чтобы принять решение, мы можем выйти в рейс или мы не можем выйти в рейс. А если говорить о требованиях ISM Code к Risk Assessment, то там написано, что компания должна оценить риски, идентифицированные на борту. Именно поэтому на каждом судне есть такой файл или папка с Generic Risk Assessment, где вот приводятся, скажем, стандартные формы риск ассессментов на стандартные операции, которые выполняются на данном судне. Что такое риск? На интервью этот вопрос тоже довольно часто задают. То есть после того, как вы расскажете, что такое риск ассессмент, вам скажут, как вы вообще понимаете, что такое слово риск? Согласно определению IMA, риск – это комбинация частоты, likelihood и уровня серьезности происшествия, severity. Соответственно, риск ассессмент – это оценка риска, это оценка likelihood и severity какой-то опасности, которая связана с выполнением той или иной работы. Как выполняется риск ассессмент? Риск ассессмент выполняется с помощью определенной матрицы. Специальная матрица, разработанная для выполнения риск ассессмента. Я вам скажу, что эта матрица, она не только в офшоре или в торговом флоте. Такая матрица может использоваться на каких-то предприятиях и так далее. То есть это придумали не в море, это придумали еще давно в других индустриях, просто в море оно пришло с опозданием. А матрицы эти, по сути, стандартные, и скажу сразу, что к ним нет какого-то определенного требования. Вот, допустим, здесь у нас прописано три уровня severity или consequence, то есть три степени серьезности происшествия. И вот три степени likelihood. Или, может быть, probability здесь слово, или frequency, или likelihood, то есть вероятность. Может быть, допустим, highly unlikely, unlikely, likely. Вот три степени. Идея какая? Мы оцениваем риски, связанные с выполнением какой-то работы. Мы идентифицируем опасности, hazards, связанные с выполнением этой работы. Затем мы предполагаем, что эта опасность может случиться. Какая вероятность того, что это случится? Highly unlikely, unlikely, likely. Вот мы выбираем, допустим, unlikely. Окей, выбрали, два. Затем мы рассматриваем степень последствия от того, что это случилось. Допустим, мы выбираем handful, это тоже два. Мы перемножаем unlikely 2 на handful 2, получаем 4. 4 – это moderate risk. Ну, хорошо, мы получили вот 4, это moderate risk, но и что дальше? Следовать нам с этой работой или применить stop job policy и сказать, нет, это работа небезопасная. Вот как нам быть? А вот дальше компания уже должна разработать, скажем, свой подход к risk assessment как к decision making tool. То есть компания должна установить свой уровень acceptable risk, уровень приемлемого риска, установленный компанией для того, чтобы начать выполнять какую-либо работу. Вот мы переходим к этой таблице. У нас получилось moderate. Вот мы читаем, если у нас получился желтый цвет, moderate, тогда efforts are required to reduce risk. То есть мы не можем начинать выполнять эту работу. Мы должны что-то предпринять для того, чтобы уменьшить уровень риска. То есть control measures are to be implemented within a specified time. И затем, когда мы, допустим, предприняли какие-то действия, чтобы уменьшить риск, мы уменьшим с вами или likelihood, или severity. И затем у нас будет, допустим, зеленый цвет. Пускай это будет tolerable, но additional controls are required. Мы можем свободно следовать с работой. Я сказал, что мы можем уменьшить likelihood или severity. Со мной сейчас могут многие не согласиться и сказать, что нет, мы можем уменьшить только likelihood. И, в принципе, это будет адекватно. Почему? Давайте приведем такой пример. Работа на высоте. Что может случиться с человеком? Ну, он может упасть. Это, наверное, такая самая понятная опасность. Вероятность того, что он упадет, к примеру, likely, если он работает без safety harness. Вот просто человек работает на высоте, у него нет ни safety harness, а ничего. Likely, он может упасть. Если он упадет, допустим, работая где-то на надстройке, то это будет реально extremely harmful. То есть вероятность того, что он выживет, будет небольшая. Extremely harmful. Тогда мы 3 умножаем на 3, получается intolerable risk. Мы точно не можем красить надстройку без, допустим, safety harness. То есть нет, мы не можем. Тогда мы с вами что делаем? Мы делаем control measure. А control measure что? Взять safety harness. Если мы с вами возьмем safety harness, тогда вероятность того, что человек упадет, будет highly unlikely. То есть, скорее всего, если у вас есть safety harness, даже если вы упадете, вы все равно дальше, чем safety line, не упадете. Но степень последствия от вашего падения, она ведь все равно остается одна и та же. То есть, если вы упадете с высоты, все равно это будет конец. Вопрос только в вероятности того, что вы упадете. Так вот, поэтому в некоторых компаниях многие суперинтенданты говорят, что вы можете уменьшить только likelihood. И вот приводят такой пример. То есть, severity от опасности вы не можете никак уменьшить. Можете уменьшить только likelihood. Но я с этим не согласен, и мы рассмотрим почему. То есть, не потому что я так сказал, что я с этим не согласен, а потому что, в принципе, даже IMA говорит, что мы можем уменьшить как likelihood, так и severity. Об этом мы поговорим дальше. Я вот вижу хороший вопрос, как мы определяем likely, unlikely, highly unlikely. Где-то слышал, что количество этих инцидентов в индустрии в год. Это хороший вопрос. Мы на него ответим. Несмотря на то, что вся наша жизнь крутится вокруг риск-ассессментов, как бы это было ни странно, IMA, в принципе, не выпустила ни единого циркуляра или какого-то, ну, кодекса, да, это большое что-то, даже какого-то циркуляра не выпустила в плане того, а как выполнять риск-ассессмент, а как вот нам определять likely, unlikely, или, допустим, harmful, или extremely harmful. То есть где какие-то вот стандарты этого всего, да. Так вот такой процедуры на самом-то деле и нет. И, в принципе, выполнение риск-ассессмента выполняется по форме, утвержденной в компании. То есть компании сами решают, что такое likely, что такое unlikely, что такое harmful, а что такое extremely harmful. Но все-таки есть в IMA документ, циркуляр от 9 апреля 2018 года, на который мы можем ссылаться для того, чтобы вообще дать определение, что такое risk-ассессмент, а что такое риск, а что такое likelihood, severity и так далее. Из этого циркуляра я выбрал самое интересное и важное, связанное с формой risk-ассессмент, что могут как спросить на интервью и что необходимо знать для понимания вообще, как выполняется risk-ассессмент. Итак, если вас спросят, что такое risk-ассессмент, это structured and systematic methodology aimed at enhancing maritime safety, including protection of life, health, the marine environment and property by using risk-analysis and cost-benefit assessment. Вообще, что это за циркуляр? Скажу сразу, это циркуляр, на основании которого IMA выполняет risk-ассессмент при внедрении какого-то нового правила. Ну, к примеру, вот IMA внедрили Ballast Water Convention. Перед тем, как это сделать, был выполнен risk-ассессмент. А что, если мы заставим всех оборудовать сюда Ballast Water Treatment System? То есть как это отразится на морскую индустрию? Выполним risk-ассессмент. То есть любое правило, а правило, принятое IMA, это можно сказать решение, принятое IMA, ему предшествует выполнение формул risk-ассессмента. То есть процедура везде одинаковая. Перед принятием решения выполняем risk-ассессмент. Risk-ассессмент – это decision-making tool. И вот почему я привел это определение. Потому что многие считают, что risk-ассессмент, опасности, идентифицированные при выполнении risk-ассессмент, могут быть связаны только с safety. То есть, допустим, с увечьям человеку и так далее. То есть только вот с safety. На самом деле нет. Risk-ассессмент, опасности, идентифицированные при выполнении risk-ассессмента, еще могут быть связаны с marine environment, загрязнением окружающей среды, но еще и property. То есть если какое-то повреждение судну, скажем, без увечья и так далее, это тоже предмет выполнения risk-ассессмента. То есть safety, environment и property. Вот три составляющие опасности, которые мы идентифицируем при выполнении risk-ассессмента. Здесь также приводится определение, что такое frequency, количество происшествий в год и что такое hazard. Вот мы первый этап выполнения risk-ассессмента должны идентифицировать опасности, hazards. A potential to threaten human life, health, property or the environment. То есть то, что мы сказали. Если у вас уровень риска неприемлем для выполнения работы, вы должны риск уменьшить. Как вы можете уменьшить риск? Вы должны применить risk control measure. Это controlling single element of risk. То есть это что-то, что может уменьшить или likelihood, или severity последствий. Single element of risk. Risk evaluation criteria – это, как мы говорили, критерия, которую устанавливает компания для того, чтобы оценить, риск является acceptable или не acceptable. Мы можем выполнять эту работу или не можем. Итак, процесс выполнения risk-ассессмента. Первое. Мы идентифицируем опасности. Второе. Мы выполняем анализ риска. То есть мы определяем степень severity, мы определяем степень likelihood, перемножаем, получаем уровень риска. Если у нас риск not acceptable, тогда мы делаем risk control option. То есть что-то для того, чтобы уменьшить или severity, или likelihood. После этого мы выполняем повторно риск анализ, определяем повторно, уже с учетом risk control option, который мы применили, мы определяем степень severity и likelihood, и затем получаем новый уровень риска. Допустим, он у нас уже будет зеленый. Окей, мы можем с этой работой продолжать. Насчет того, как снизить риски, а что я говорил, что вот многие суперинтенданты, многих компаний говорят, что мы можем уменьшить только likelihood. При использовании, при, скажем, внедрении risk control measure, для того, чтобы уменьшить уровень риска, мы можем уменьшить только likelihood. Давайте обратимся опять же к этому циркуляру IMA. Он, как я уже сказал, не связан с нашей жизнью на судне. Это циркуляр, который, точнее, не циркуляр, а резолюция, прошу прощения, в которой прописан процесс выполнения риск асессмента IMA перед принятием какого-то правила, которое меняет нашу жизнь в море, значительно или незначительно. Давайте обратим внимание. Итак, reducing the frequency of failures. Окей, frequency. И вот mitigating the effects of failures и mitigating the consequences of accidents. То есть вот это вот mitigating the consequences of accidents говорит нам о том, что risk control measure может уменьшать не только likelihood, но еще и severity. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok